Смотрите, формула ислама какая-то. Ислам вам говорит, «Все вместе объединитесь по исламу». Брать, что должно быть. Му'миньи между тобой и братьями, все. Касасил-вахид, джасад-вахид, как одно тело должно быть. Например, я считаю, что мусафир для меня брат. Мусафир считает, что обушает мой брат. Но не просто как лицемерие, а именно от сердца. Считаю, что мусафир, если я считаю, что мусафир мой брат, как думаете, если мусафиру плохо будет? Это же не просто словами я буду говорить. Значит, у нас должно быть отношение. Теперь миллиард людей послушали этот аят, Коран послушали, браты стали объединились в одном джамаат. Все. Один амир, одна ашура, сплощенность вместе. Все свои закаты туда бросают в общую сумму. Комиссия сильная, хорошая комиссия, там тысячи людей работают. Эти деньги собирают, строят университеты. Строят университеты и обучают детей наши. Самые сильные профессора. Джамаат свои же самолеты продают, продают, начиная. В этом джамаате никто не будет без образования. Никто не будет без образования. Никто не будет без работы. Кто хочет бизнес, общие деньги есть. На, возьми бизнес, открой, общая идея есть. Потому что мы брати, допустим, мы брати, сначала нам надо братство. Брат где-то без работы, а почему он должен быть без работы? Он же наш брат. Все. Производится. Например, у кого-то, у какого-то брата есть сотовый телефон, завод. Он производит сотовый телефон. Миллиард людей. Общие. Мы как брати, у Мусафира есть завод, который производит сотовый телефон. У меня будет этот телефон. Я лучше у него куплю, потому что купить у него этот телефон для развития, это поклонение. Моя покупка будет поклонение. Моя встреча будет поклонение. Мое общение будет поклонение. Я буду изучать физику, химию, биологию. Это будет поклонение. В Джамати будет тысячи университетов и тысячи в школе. Все будут получать образование. Такая идеальная система, что кафиры у нас посмотрят и скажут, что это идеально. Максимально кафиры тоже приняли с нам. Точно так же, как было во время сподвижников. Во время сподвижников именно по этой причине они принимали ислам. Они по причине того, что там фильмы снимали или там ханафитские или там какие-то другие. Сам ислам является доводом на то, что ислам истинный день. Не надо для этого фильмы. Не надо для этого там какие-то другие вещи, чтобы удивить людей, чтобы они поняли, что ислам такая идеальная религия. Нет, ислам есть идеальная религия, просто подвисывайте и все. Ты расскажи тысячи, тысячи лексов читай, тысячи фильмов снимай, что ислам это истина, ислам это идеально, ислам вот, наука потом сказала, ислам сначала сказал. Оказывается, ислам говорил, что там большой взрыв, теория большого взрыва, и там ислам сказал, что вообще эта планета как такая. Зачем это? Это другое. Это не нужно. Просто сегодня, я то, что сказал. Все мы объединяемся, миллиард людей, все свои закаты собираем в одном месте, строим тысячи университетов, заводы, фабрики, сплошенность. Одного объезжают, все отвечают. Почему? Все спрашивают. Ни в какой государстве никакого мусульмана не притесняет. Никакой мусульманки нет проблем. Все идеально, нормально. Все. Все от ада, я по Курану живем. Никто не может препятствовать действовать нам по Курану. Даже хоть что, в Куране написано, отрубите руки, если кто-то воровал. Хорошо, отрубляем, если воровали, но не нужно будет воровать даже. Там дальше, во время, там первое столетие где-то максимум четыре человека отрубили руки. Четыре человека. Это не значит проблемы вообще. Это автоматически решает вопрос в течение нескольких месяцев. Сегодня объединились умы, объединились миллиарды людей. Все вместе сказали, что если у кого-то есть заводы, зовите братья из разных стран. Уизу открывайте и давайте братьям работать. Братьям сказано в школах воспитание онлайн, офлайн, что братья, работайте как поклонение. У кого-то вы работаете восемь часов, здесь ваш брат, работайте от чистой сердца десять часов. Братья будет больше работать, благо будет больше, проблемы все исчезнут. Эта мирская жизнь не такая большая проблема вообще. Это есть формула, как решать этот вопрос. Но это не главный вопрос. Главный вопрос для нас это день. Потому что вечная жизнь, вечная жизнь, полностью зависит от день ислам. Почему люди не принимают? Потому что люди, например, та же банковская система, та же, например, вопросы. Нет в Коране, что банк харам. Нет в Коране, что если женщина приняла ислам, то все, мужа оставляют. Нет в Коране такого, что взрослый человек принимает ислам, он должен делать обрезание, должен менять имя. То есть много что-то, сотни моментов есть, которые люди не поняли. Один человек, который интересовался в исламе, и сказал, что оказывается, это обязательно жениться надо там несколько раз. А у меня деньги нет, что мне делать? У меня спросили. Один человек меня спросил такой. То это правда, что в исламе есть, что четыре, надо жениться? Кто-то ему сказал. Делать информацию и так далее. Но дело в том, что человек, который хорошо интересуется, он, конечно, дальше изучает. Но это начальный этап. Начальный этап, который люди даже не знают, большинство. Почему не знают? Потому что людям не до этого. Каждый. Сегодня просто посмотрите, шиити. Что они делают? Огромные деньги тратят. На что? На то, чтобы люди поняли, что Абу Бакарь и Омарь не хорошие люди. Все. Представляете? Вся шиизм выживает. У них такое правило. Каждый человек должен платить хумус. Каждый шиит должен платить какая-то сумма из своей имущества. Все. У них больше, чем закат, надо платить. Поэтому они очень богатые. Поэтому в каждой системе у них очень сильная. Но это все, вся система крутится вокруг. Только того, чтобы люди поняли, что Абу Бакарь и Омарь не хорошие люди. Все. Это у них все. Даже в намазе тоже какой-то кусочек карбали надо ставить, чтобы люди... Это свидетельство того, что Абду Бакарь и Омарь не хорошие люди. Все. Это надо. Плакать надо. То, что... На что это выживаетесь? Вся с салафизм выживает на то, чтобы некоторые короли хорошо жили. И власть у них не брали. Понимаете? Все там ухваны мусульмин или джамай ислами и другие выживают на то, чтобы в какой-то территории у них пришел премьер-министр. Все. Это миссия. Разве это миссия? Да что такое вообще? Вы заходите в мазжили. Что делается? Кто-нибудь для ислама думает? Нет. Для чего живет? Живет для того, чтобы нормально жили. Мазхабы традиционные ислами жевали. И никто без традиции голову не поднимал. Нетрадиционные, значит, все. Надо закрывать. Это миссия, к сожалению. Сегодня самые вредители для ислама. Это не кафири, а мусульмане сами. То есть, если я вот делаю, это не значит, кафири мне скажет, вот твой ислам нехороший, ты не преподавай. Это сначала мусульманин будет против меня. Против нас кто выходит сегодня? Это уходит и с саляфити уходит. Потом другие дальше уходят. Поэтому, к сожалению, сегодня сами. Поэтому вам надо изучать правильный ислам, правильно его распространять и правильно донести. Баракаллаху фикум.